Всем привет и мы наконец-то возвращаемся к Dark Souls 2 И под прошлым видео мне посоветовали попробовать сделать билд из двух катан И нам придется опять сбегать в Маджулу, так как я еще и кольцо забыл починить Давайте посмотрим, что у нас есть в катанах В катанах у меня есть недокачанная Утиготана на плюс 6 И давайте посмотрим Такой у нас получается мувсет с двумя катанами Если встать в двуручную стойку Вот такой вот сильный удар А также можно попробовать изротиться и смешать катану и клеймор, который прокачан у меня на плюс 10 Но мне кажется этот вариант будет не очень удачный В особенности сильный удар уж очень медленный получается И все-таки остановлюсь на двух катанах Прокачать у меня Утиготану не хватит титанита, как обычно Там, по-моему, нужны обломки Сначала починим кольцо Да, у меня не хватает душ Так, чиним наше кольцо И давайте посмотрим, что нам нужно, чтобы прокачать Утиготану Да, нужны обломки титанита У меня их нет И как вариант, чтобы стать ну уж совсем токсичным Давайте купим сет бабочки Но для того, чтобы купить его полностью Нам нужно еще раз перевести Маджулу на Нью Гейм Плюс Для того, чтобы у Маглина появился шлем бабочки Если можно его так назвать И как можем видеть У Маглина теперь продается полный сет бабочки Вместе с шляпой лунной бабочки Этот сет мне обойдется в круглую сумму целых 45 тысяч душ Ну, давайте расчехлим нашу копилку Посмотрим, смогу ли я столько насобирать Так, главное, случайно не сломать великую душу Выглядеть это будет, конечно, немножко по-идиотски Но зато весело И вот так вот я теперь выгляжу Так, осталось только еще привести себя в человеческий вид Ну что ж такая Фея, несущая в себе яд В этом сете прыжки у нас становятся немножко длиннее Мы как бы немного зависаем в воздухе И самое главное в этом сете не подходить к NPC Иначе я начну их отравлять И они, конечно же, не очень будут этому рады Ну что ж, возвращаемся в склит нежити Не самая простая локация Да, счета у меня теперь нет Так, и смотрим Да, я его отрывил Можно подождать Хорошо, что второй ему не стал помогать Да, с дубиной, конечно, было бы проще с ними справиться Ну ладно Не будем искать простых путей Разнообразим немножко свое прохождение Так, что у нас здесь Здесь у нас вот такой вот новый противник встречается И парень, который носит факел Как бы подсвечивает здесь все Но лучше его убить Иначе он нам тут все испортит Они только кажутся грозными На самом деле убить их Не составляет какого-либо труда Особенно Учитывая, как они тупят Кстати, они не отравляются Что самое интересное Вообще, конечно В ПВЕ отравление так себе работает Перчатки гордыни Сильных врагов очень тяжело отравить А слабых можно убить И просто обычными ударами Так, они как-то не очень удачно Тут черпим бутыль Так, и здесь главное не торопиться Главное не торопиться Так, и Кстати, с этом бабочке Проще находить невидимых полых Если они кому-то интересны Можно так ходить вдоль стен Здесь их полно в этой локации И невидимый пол сразу будет видно По отравлению Да, здесь встречается очень много Но противников И это, по-моему, их зовут ведьмы Они кидаются вот такими Преследователями Давайте сначала Попробуем просто пробежать это место Чтобы не Не попасть под перекрестный огонь Самое интересное Что отравился я Насколько что босс Так, а зачем я жру камни? Ну ладно И вот, да Можно заметить По зеленой Что здесь Спрятался невидимый полый На самом деле Убивать их абсолютно Не обязательно За них не дают Никакого Ачивмента Или какой-либо Награды А вот с ведьм Вполне может выпасть Какой-нибудь Приятный предмет Но, к сожалению, нет Здесь также можно Призывать Ревнительницу Скарлетт Ну, ладно Не будем мы этого делать Так, здесь у нас Еще один Невидимый полый Вендрик, конечно Очень круто Самоизолировался В этом склепе Найти его Будет не так-то просто Здесь мы уже Всех убили И вот в этой комнате Стоит послушаться НПС И не зажигать здесь свет Поэтому я убил Того факелоносца Здесь стоят Такие вот стражи Но они Пока что безобидны Так, есть ли здесь Еще Невидимый полый Да, придется Сейчас раздеться Потому что Иначе С НПС Не удастся По-человечески поговорить Здесь еще Один невидимый полый Здравствуйте Увы Анатель Благ Regional Здравствуйте countless dead Rest here В пепадно Придел Быра Сельди Лето Аз wheel Подбирая Ние Интересные Все Приб fourth Вмlesia Финито Мы Усть Сала intend Продолжение следует... 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 И мы попытаем вот такой вот огромный зал Там можно увидеть туман войны И здесь можно разглядеть лестницу Которая ведет наверх И по идее здесь можно зажечь Вот эту урну Но тогда мы навлекем на себя кучу проблем Но мы же не слабаков Поэтому давайте Все-таки зажгем И здесь сейчас начнут появляться вот такие вот фантомы Которые так неплохо владеют заклинаниями веры А чтобы попасть на эту лестницу По-моему где-то здесь нужно упасть Ну например здесь Еще несколько полых И фимиям простака Душа великого героя И больше ничего Бахмотия заключенного Так по-моему Мне показалось Или где-то здесь был Невидимый пол Да вот он Оу Совсем прикольно Его там бить конечно Ну и ладно Ставим его в живых Да бутылок мне здесь реально может не хватить И разбитое око Огненное семя Разбитое око Очень интересный предмет Который нам пригодится в будущем Подобный предмет Мы уже находили в первом Dark Souls Разбитое око С помутневшим взглядом Разбитое око оглядывается в поисках предателя Где же злодеи Где они В первом Dark Souls Мы его применяли Чтобы найти Лотрека Давайте выпьем По идее нам нужно на ту сторону И там будет уже босс Но добраться туда будет не так просто И давайте пока что не будем сюда заходить А спустимся Вот сюда вниз Здесь у нас еще один проход Парень стоящий к нам спиной Пойди он Должен дать нам когда-нибудь свои щиты Но он их не дает Сосуд души Хороший предмет Для того чтобы перекачать своего героя Здесь также можно спуститься немного ниже И прочитать сообщение Не смей Хорошее предостережение Эту статуэтку можно зажечь Но тогда здесь начнется сущий ад Ну что ж я рискнул Главное мне потом не умереть После этого действия Потому что Здесь эта комната станет конечно красивее Здесь зажгется свет Но тем самым Мы Чем ярче свет Тем гуще тень Прогневаем Местных обитателей Этих вот фантомов Оу Вернулся сразу Да Сильный удар катанами Неплохо станет Противников Так Здесь у нас нет никого Затаившегося в углу Так Душа героя И костер Я думаю Что стоит отдохнуть Так что В принципе Можно было Порошок для починки Не тратить И сейчас Начнется сущий ад Это наверное Одно из самых ужасных Мест в этой локации Здесь из-под земли Постоянно Востоят эти полы Также здесь Вот есть такие Колокольчики В которые Лучше не стучать Потому что Из-за этих Тогда статуи Будут Влазить Вот такие вот Призраки И кого здесь Только нет Даже скелеты Причем полы Сами любят Звонить В эти колокола И нужно бы Не давать им Этого делать По крайней мере До того момента Пока я не разобью Все Статуи Из которых Влазят призраки Это тот самый Туман Который мы видели Только с другой стороны Скелет Нет Что ж ты надел Сволочь Окей Да Этого здесь Практически Не избежать А ломать Эти статую Лучше Какой-нибудь Дубиной На самом деле Так Ладно Главное Не торопиться Синее пламя Неплохой лут Сейчас его Прочитаю Еще Это место Очень сильно Усложняет Вот эти камни Ой Хты Ё-моё Они очень мешают Маневрировать Причем Призракам На эти камни Вообще Пофигу Практически О Обломок Титанита Отлично Ну все 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 Хватит Есть один Плюс То что Эти статуи Не восстанавливаются При нашей смерти Так О А ты здесь Откуда взялся Я же тебя убил Ну вот Не хватало Еще сдохнуть Сапоги дерзости Так Ну Вроде Вроде Безопасно Чтобы Почитать Хотя нет Ни хрена Небезопасно Еще один Как я и говорил Надо было Лучше не зажигать Тот свет Я просто Все 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 Окей Кто-то ходит Еще Еще Специально Разложили предметы Рядом С этими Колокольчиками Здесь Здесь тоже Что-то Что-то Лежит О Вот Кишка Камень Всякое барахло Здесь лежит Если честно В этой локации И магическим катализатором В наказание За грехи Их смерть Была Отсрочена А сами Они стали Стражами Склепа Да Этот сет Вываляться Из этих Красных Фантомов Так Но это Еще не все Тут у нас Еще и Второй зал Не менее Противный С различной Живностью Блин Опять Позвонил В колокольчик Кстати Где-то Здесь По-моему Есть еще И лестница Которая Постоянно Пропускаю Да Вот она Лучше Наверное Сначала Вообще Пойдем Подняться Эй Апостол И убить Всех Кто там Сверху Для начала Сверху Здесь Кого Только Нет Блин Да Если Не зажигать Свет Конечно Фантом Здесь Никаких Нет Вау Можно Я спущусь Жалко Нельзя Пить бутылку Прям На лестнице Хотя Это Очень Странно Хотя По идее Почему бы Не попить Бутылку На лестнице Ну Кто там Еще Блин В кол Позвонил Негодяи Камень Камень Магии Да Титанита Навалилась Так Но это было Не в сундуке А вот в сундуке Лежали Засушенные пальцы Углев Вражды И мерцающий Титанит Засушенные пальцы Тоже известный Предмет Еще по первому Дарку Засушенные пальцы С множеством Фаланг Они сморчены Но от них Исходит Загадочное тепло Судя по количеству Фаланг Они не могли Принадлежать Человеку Впрочем На некоторые вопросы Лучше не знать Ответа Да Это сетевой предмет Если вы хотите Чтоб вам Почаще Вторгались То Используйте Пальцы Почаще Так Хватит уже Звонить Там В этот колокол Вау Нет Я хочу жить Можно Можно Нет Нельзя Ладно Че страшного В принципе До суда Можно Быстренько Добежать Не будем Пока Использовать Человеческую Фигурку Чувствую Я еще здесь Умру И не один раз Статуи Не устанавливаются А вот камни Вполне Заключенные Свои запчасти Раздают Очень интенсивно Так Надо бежать Можно Быстрее Из-за Туада Заберем Свои души Еще один И здесь Еще Также Еще и Вторгается Фантом Кого Здесь Только Нету Блин Еще и Третий Удар Что Будешь Ты Делать Это Охернеть Она Мне Изрезала Всего Ножом Окей Вот Что Называется Все Пошло Не По Плану Как Говорится Меня Предупреждали Не Зажигать Огонь Не Послушал Скелет Лучше Вырубить Потому Что Он За Нами Побежит Да Не Торопись Не Надо Торопиться Да Как Же Здесь Узень Кота Уходим Так Надо Сделать Так Чтоб Когда Их Убить Чтоб Фонтон Не Появился Дама Меня Не Видит Слава Бог Давай Очередной Раз Раз Нам Втор Безымян Зурпатор Очень Сильно Напоминающий Лисию Попробуем Отравить Да Отравилась Главно Терни Не сдохнуть Не очень сильный фантом Человеческая фигурка Возможно Возможно Стоит Использовать Человеческую Фигурку И по-моему Как раз Где-то Здесь Секрет Сюрпризом Так Это Хоть Не Мимик Айвелин Тяжелые Болты К нему Тоже Достаточно Знаменитое Оружие Очень редкий Скорострельный Арбалет Выпускает Три Болта Один За Другим Наносит Серьезный Урон Если Все Три Болта Попадают Цель Фиоренцо Самый Богатый Торгуец Волгина Воссоздал Это Забытое Оружие Прочитав Описание В старинной Книге Так По-моему Да Здесь Еще Один Невидимый Полый По-моему В этом Зале Даже Нет Смысла Что-то Еще Искать По-моему Здесь Ни Черта Больше Нет Ладно Я все равно Вскажу Конечно Раздолбаю Последнюю Статую Которая Здесь Стоит Да И получу По голове Нет Пей Пей Здесь Что-то Лежит А нет Широкое Кольцо Связи Полезный Предмет Кстати Особенно Как раз Для любителей Катан Да Кстати Еще Бабочки Конечно Тут Весело Бегать Учитывая Что У него Защиты Практически Нет Да Кто Еще Менюшка Вывалилась Так Ну Кольцо Связи Мы Уже Подбирали Просто Это Более Продвинутая Замедляет Поломку Снаряжения Так Шесть бутылок В принципе Нормально Продвигается Дальше Здесь У нас Веселый Коридор Куча Духов В стенах Притворяется Будто Бо Они Статуи И Да Очень Красивая Стена Оббиться Сразу Против Двоих Очень Красиво Ау Нужно Их Вообще Просто Отбежать И Сильно Не Заморачиваться Синхронно Татаны Против Них Конечно Такой Себе Вариант Я бы Сказал Вообще Не Вариант Поножи Гордыни И Перчатки Гордыни А где Щиты Поножи Некогда Дерзких Рыцарей Ну Части Сеты Гордыни Мы уже Находили Поэтому Нет Никакого Смысла Их читать Еще раз А вот Читы Бо я хотел Чтоб Из них Выпали Там По-моему В них Достаточно Интересный Лор Да Я же Знаю Что Ты Здесь Те Видно Интересно Чей это Скелет Тут Так Распластался Ох И Очередное Не очень Приятное Место Опять же С этими Камнями С Статуями Но Здесь Есть Лучше Сразу Просто Тупо Попытаться Пробежать Давайте Статую Сломаем Здесь Этих Статуи Огромное Количество Ну Вот Бежим Отсюда По идее Можно Уже Вообще Отсюда Сваливать Оу Да Идите Вы Лесом Мне Нужно Срочно Дернуть За рычаг И Теперь Можно Со Спокойной Совестю Умирать Да В сегодняшней серии Наверное Я поставлю Просто Рекорд По количеству Смертей Ну Ничего Страшного Даже Dark Souls Возможно Это даже Интересней Так Мы Открыли Шорткат И По идее Мы Можем Уже Идти К Боссу Вообще Этой Локации Еще Скелет Вылез Шлем Дерзости Так Деревянный Сундук Явно Ничего Интересного Да Всякие Камни 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 Да Потревожил Я Мертвых Итак Можно сказать Такая Заключительная Вредная Комната Палится Презрение В ней Также Есть Скрытая Дверь Ух ты Ё-моё Сколько У вас Тут Да Это Засада Жесть Как Теперь Всех Убивать Здесь Большое Количество Этих Статуй Лимит Наружу На появление Их Исчерпом Бесконечно Они тут Появляться Все-таки Тоже Не могут Вау Вау Засранец Звонит В колокольчик Не чувствую Что Сейчас Смерть Моя Придет В этом Закутке Закидали Мне Все-таки Маги Под Этими Деяниями Явно Ничего Нет Окей Ну По крайней Мере Мы Потихонечку Помалечку Продвигаемся Не сказать Чтобы Я Совсем Топчусь На одном Месте Так Сюда Блин Как же Раздражаются Эти волны На самом деле Здесь Не только Волны Раздражает А вообще Все Что движется Между этими Волнами Так Ну что Давайте Еще Одну Человеческую Фигурку Все-таки Съедим И Камень Хоть Фантомы Не возрождаются И то Спасибо Так Статуи Тоже Становится Кажем Раза Меньше Нужно Как можно Больше Уничтожить Перед тем Как умереть В очередной Раз Здесь Еще Одна Статуя Спрятана Успел Сломать Появление Очередного Насадим На шампур Шашлычок Из полого Мяска Кто не Желает Так Ну что Остались Ли Здесь Еще Статуи Похоже Что Похоже Что Нет По полу Показал Что Здесь Возможно Скрытая Стена Ударив По ней Она На самом Деле Здесь Есть Где Можем Ставить Камень Фараса И Эта Комната Становится Немного Посветлее Очередной Полой Вылезший Из могилы Хочу Вести Звонари Хреновы Наручили Дея О Еще Один Фантом Какую Только Гадость Они Не Кастуют Ау Блин Я даже Полечиться Не могу Вот Он Может Ну Не Дадим Ему Тоже Это Сделать За Бесплатно Парень Ты Че Такой Прочный То Отравился Наконец А Я Застрял Все Успокойся Не Успел Он Произнести Заклинание Шлем Дергости По Моему Я Уже Весь С Эт Забрал Да Хватит Там Уже Звонить Так И Что У нас Тут Было То Спрятано Причем Тут Горбатились Посох Ален Форда Большое Копье Молния Кстати Неплохой Катализатор Сколько Я Помню Блин Давайте Отсюда Выйдем Потом Почитаем Про Посох Здесь В этой Комнате А Ну Да Душ 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 Надо Забрать Конечно Душ Офигеть И не просто Тут Пачками Встают Встают И звонят Звонят И встают Ужасное место Сет Бабочки Здесь Был Просто Бесполезен Отравить Кого-то С собой Тут Маловероятно Че Ни за мной Не пошли Ну и правильно Ничего За мной Ходить И здесь У нас Такой Финальный Зал Мы уже Видели Такой Подобный Коридор Здесь Колокольчик Которому Тоже Тут Бегут Полы Со всех Сторон Нужно Бы Не дать Него Позвонить Так И так же Здесь Помощью И невидимый Пол Где-то Был Все Кончились Немножко Упростили Се Жизнь Если бы Они Позвонили Там Еще Помимо Тех Трех Лицарей Появились Еще Призраки Тут Еще И Фантом Ну Прекрасно Заныкался Умри Где-то Здесь По-моему Еще Два Или Три Этих Пол Тут Блин Невидимых Целая Пачка Только Не могу Найти В той Стороне Наверное Тоже Фантом Стоит Нет Так Вот Один Так На счет Это Здесь Один Должен Был Быть Одного Я убил Раном С колоколом Где-то По-моему Вот Или сзади Или сбоку Да Вот По-моему Все Ну Блин Израясь Честно Я даже Не хочу Заморачиваться Их Еще Искать Давайте Нафиг Я поставлю Все-таки Дубину Против Этих Рыцарей Так Ну Что Давайте По очереди Как-нибудь Получение По очереди Они Не хотят Так Что Централизовка Темно Что Ли Здесь Даже Непонятно Он Как будто Бы Щитом Не закрывается Но Все равно Закрывается На контратаке Лучше Уловить Попал 700 Это Я Понимаю То Что Катана Все Словил Со Сколько Достал Еще разок Не достал Да иди ты уже сюда Зеленый Цветок Так Главное Сильно Бутылок Тоже Не Разбазаривать Потому Что Босс Уже Все Так Будет Не Да Очередной Драгоне Всадник Без Драгона Как Сапожник Без Сапог Почти Причем Он Очень Прочный Вот Здесь Возможно Бык Кантана Отравленная Помогла Может быть Даже Его Отравить Можно Было Ну Ладно Буду Я Уже Менять Коней На Переправе Так Он Неплохо Раздолбим И Все Все Здесь Кстати Интересное Место Здесь Сверху Находится Перевернутые Статуи Это Еще Не все Здесь Еще Есть Несколько Предметов В сундуках Факел Да Очень Важный Предмет Аромат Аромат Ароматная Ветвь метательный нож отравленный и камень темной ночи ничего интересного и здесь также можно призвать Акдейна посмотрите какой у него огромный меч по-моему такой меч можно сделать из души Нита насколько я помню так я кстати по-моему что-то не прочитал посох Аленфорда я не прочитал посох колдуна Аленфорда усиливает действия волшебства и порчи Аленфорд почитаемый в Мельфии как отец волшебства искал знаний превосходящих человеческие поэтому отправился в склеп нежити где расстался с человечностью поговаривают что Мельфианское волшебство пиромантия зародились в давние времена в Дранглике может ли это говорить о том что Дранглик находится на землях Лордрана наверное и да и нет как обычно все неоднозначно и давайте порошок для починки еще использую что ж где наша боевая стойка и здесь у нас предстоит достаточно интересный поединок а это и Вильстад, королевский защитник. Он, конечно, не сверхсложный, но у него очень бывает непредсказуемый мувсет, который сочетает все как медленные атаки, так и очень быстрые и неожиданные. Да, особенно когда он бьет вроде в одну сторону, но все равно у нас успевает задевать своей попой. И да, его, кстати, можно отравить. По второй фазе у него появляется тьма и он может колдовать, но это колдосу на самом деле небольшой плюс для нас. Потому что когда он так начинает делать, можно забегать ему за спину. Блин, я не успел это сделать. Немножко развернулся на меня. Забегать ему за спину и бить его. Атаки у него достаточно дамаговые. Особенно, кстати, бабочки. Вот он опять начинает кардовать. Забегаем за спину. Проводим несколько атак, да. Но его защищает колонна. Вот он опять решил поколдовать. Сейчас уже колонна его не защищает. Он сам ее сломал. Третий, третий удар. Забыл я про него. И Вильстад просто умирает от отравления. И мы получаем его душу. И как можно видеть, она, как и, например, душа Арториуса из первой части, пропитана тьмой. Душа Вильстадта, защитника короля в склепе нежити. Вильстадт всегда был рядом с королем. Следовал за ним словно тень. Когда король отправился в склеп нежити, Вильстадт проследовал за ним. И никто его больше не видел. Ну что ж. Мы добрались до цели. Дамы и господа. Представляем вам короля Вендрика. Правда, он уже тут совсем не в кондиции. Похоже, самоизоляция ему не особо помогла. Коронавирус до него добрался. И он теперь, как вы можете видеть, пол. Но все еще держит меч при себе. И да, кстати. Лучше пока его не бить. Да, его можно убить. При этом он будет сопротивляться. Но у него сейчас в данный момент такое огромное количество жизни, Что убить его практически невозможно. Ну, либо мне нужно будет потратить огромное количество на это времени. И здесь можно видеть его щиты, доспехи. Не знаю, для чего он разделся. Возможно, ему здесь стало жарко. И здесь мы находим очень важную вещь, которая называется Королевское кольцо. Если осмотреть его доспехи, то, увы, ничего не происходит. Но это пока что. Так, давайте отойдем немножко назад. Здесь мы можем видеть Изумрудную вестницу. Увы, чтобы придерживаться с городом. Если вы хотите стать следующим монаром, И говорит вам, что каждый день, Вы уйдет малость. Чтобы не узнать почему. Чтобы не узнать почему. Но один день, вы будете стоять перед своей декрепитой дверью, без действительно знания почему.